Ему 74, ей 35. Аль Пачино появился на мостре в компании со своей подругой, аргентинской актрисой. Контраст между знаменитой кинозвездой и ролью в одном из двух фильмов с его участием, которые показываются на фестивале, не мог быть более разительным. Эй Джей Маглихорн. Старик, тихо живущий в маленьком городке, и семьи у него только кот. Жизнь размерена по часам и дням. Но, как выясняется, Маглихорн – знаменитый преступник, сделавший в свое время выбор между большой любовью и крупным воровским кушем. Вторая лента с участием Аль Пачино – экранизация романа Филиппа Ротто, чуть ближе к персоне и жизни самого актера. Фильм «Унижение», поставленный Барри Левинсоном, о судьбе киноактера, чьи дни славы далеко позади. Лента Шинни Цукамото. Также экранизация. Она поставлена по одноименному роману Сыхея Уоке. Действия фильма «Полевые огни» происходят на Филиппинах во время Второй мировой войны. Название ленты шведского автора Роя Андерсона «Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни». Режиссер рассказывает историю, напоминающую о странствиях знаменитого Дон Кихота. Только благородный Дальга сражается не с ветряными мельницами, а с куда как более сильными противниками. Элио Джермана показал в Венеции фильм об итальянском Байроне, как иногда называют знаменитого поэта Джоакома Леопарди. Называется картина «Потрясающий юноша». Три периода жизни поэта – молодые годы в родном семейном особняке провинциальных аристократов, пребывание во Флоренции, куда он уехал лишь 32 года, и, наконец, жизнь в Неаполе, где он умер. Ему не было и 39 лет. Субтитры создавал DimaTorzok